Приветствую в новом видео мой сладенький пирожочек. Как ты догадался из названия этого ролика, сегодня мы обсудим все маленькие плюсы и огромные минусы новой Contour Strike 2, которая наконец-то доступна всем, несмотря на бета-тесты. Давайте перейдем ближе к делу. Данное видео создано автором развлекательных целей. Все сказанное видео является исключительно личным мнением автора. Автор не несет ответственности за причинным невред компаниям и другим авторам. Видео может содержать нецензурную лексику. У автора нет цели кого-то унизить или оставить. Не рекомендуется просмотров лицам не достигшим 16 лет. Габен решил поздравить детишек с первым сентября и выдал всем доступ к CS2, отчего по всему миру дети не пришли на линейку. Ну, начинать надо с хорошего, да и как говорят в народе, встречают по одежке, а похоронить успеем. Поэтому первым небольшим плюсом новый CS становится визуал. Да-да, то из-за чего у тебя на вафельнице будет 20 фпс и не кадром больше. Новые текстуры и новое освещение выглядят, честно сказать, охуен. Игра стала яркой и насыщенной. На некоторых картах освещение может быть такое, будто вы прямо сейчас воскреснете в рай. Теперь вам не надо всматриваться в монитор, чтобы найти врага. Давайте перейдем к вооружению. Деньги у Valve полностью ушли на оплату бургеров Гейбу, поэтому нового оружия нам не видать. В принципе оно и правильно, новое оружие бы отняло у вас еще больше фпс. Новое меню закупок это вообще пиздец. Я понимаю, что спиздить наработки с Valorant это куда дешевле, чем платить за использование мозга работникам, однако стоило его сначала проверить на удобство. Теперь, чтобы закупиться, нужно минут 15 искать, где же разработчики на этот раз расположили оружие. Однако есть и плюс. Теперь в катку можно брать оружие только то, на котором вы играете. Поставить две М-ки в закуп или ЦЗ-шку вместе с тэком, так еще и вы можете это оставить так, как вам удобно в меню закупок. Непонятно, стоит ли отнести новые смоки к плюсам или минусам. С одной стороны, это единственное нововведение, которое хоть как-то влияет на получаемый экспириенс. Однако это именно то, из-за чего твой кипятильник не выдает приемлемых кадров. Главным преимуществом новой CS2 можно со стопроцентной вероятностью назвать добавление 128 тикрейта. Теперь все школьники, которые насмотрелись ютуба и думали, что они не попадают не из-за своих кривых рук, а из-за тикрейта, могут пойти на ***. Также снизили количество раундов в ММ до 13, и теперь нудные катки сократились. Ну а теперь самое интересное, ради чего вы вообще открыли это видео. Минусы. Минусов тут столько же, сколько и хромосому твоего одноклассника стендоффера. Начнем с того, что изменение настроек графики не влияет на фпс. Но не стоит огорчаться, есть то, что будет жрать твои фпс так, как ваш местный бомж кошек по утрам. Теперь анимированные аватарки из стима будут также дергаться внутри игры и раздражать эпилептиков. Что же касается нашумевших, как сумки гуччи в виде пакетов гранат, теперь хаешки летят приятнее. Смоки раздуваются, как твой желудок после вкуса очка, а зажигательные гранаты похожи на новую разработку Ирана, ибо после горения оставляют черное пятно, как Иран после себя в истории. Отдельного внимания заслуживают звуки. Valve прислушались к игрокам, которые вечно орали, что не слышали, как не подошли, и выкрутили звук шагов на максимум. А все остальные звуки решили порезать, как бомж меня в переулке ночью после работы. Также изменены звуки некоторого оружия. Звук зума ВП во время приближения похож на регулировку телескопа или настройку лазерного прицела, что на мой личный взгляд добавляет некую нотку индустриальности в игру. Вообще, учитывая, что Valve хочет добавить скины на гранаты, бархатные тяги и шляпы, скоро кс станет похожим на фортнайт. Ведь чем больше разноцветных вещей, тем больше школьники готовы играть и вливать бабло своих родителей. Даже несмотря на то, что потом получат пизды и поедут к бабушке копать картошку. А их пока будет отдан соседним бомжам для просмотра порно. Ну что ж, настало время подводить итоги и прощаться. Как и любая популярная серия игр, Counter-Strike 2 будет притягивать только потому, что она так называется. Насколько бы ужасной она не была. Но так как это видео все-таки является обзором, то скажу так. Обозрал эту игру я знатно. Если вы вдруг играете в этот мусор на серьезе, то я вам соболезную. Но я закрываю эту помойку, потому что я люблю деньги, а гейт мне не заплатил. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok